Причем, знаешь, как ролики, ну вот фильмов и в конце такие дублика бывают, я это вырежу из неполучившихся, ну снимают, и можно ролик такой сделать, где что не получилось. Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Добрый день. Я Роман Карасев и Владислав Макаров. Дзюдо братовщины. Наши 6 тысяч человек. 6 тысяч человек, да. Вот мы буквально пару минут назад пили кофе и вдруг такая фраза у Влада возникла по поводу информации, получаемой нами, и нужна ли она нам, и какая информация вообще полезна нам. Или не полезна. И вот я хочу задать вопрос у Владислава Макарова. Задать вопрос Владиславу Макарову. Вообще, что такое полезная информация? Я думаю, информация, что это такое? Это как бы продукт, правильно? Вот интернет, и в основном кто есть и кто? Потребитель и есть творческие личности, как Роман Карасев. Он выкладывает контекты, общается с людьми, которые практикующие, которые идут по пути, у которых есть цель жизненная. Поэтому есть творческие, есть потребители. И мы когда делали тур по югу России, по центральной части России, у меня была такая установка, что надо научить. А Роман меня поправил. Мы едем показать. А научить это уже следующий уровень. И поэтому информация может быть как полезная, ну, в рамках досугового провождения или специальная информация, ну, как упражнение, скажем так. Есть общий физический, а есть специальные, которые развивают определенные навыки. Поэтому чем яснее мы можем сформулировать даже какую-нибудь свою задачу, тем понятнее путь ее достижения. Я думаю, так вот. Ну, хорошо. Давай теперь сформулируем все-таки. Что такое полезная информация, по твоему мнению? Которая помогает решать текущие задачи. Та информация, которую мы так или иначе даем. Как ты можешь ее понять, полезна ли она другим людям? Для этого существует обратная связь. То есть мы были в Вешкороле. И у нас были бальные посиделки. Мы их снимали. У тебя такой вот опыт был проведения. Беседовали, беседовали. И тогда я убедился. Ну, потому что мало кто может выделить там час на просмотр. Какие-то говорящие головы сидят. То есть нужно сконцентрироваться, ну, прислушаться. И тогда была обратная связь очень интересная. Что люди совершенно незнакомые, говорят, а мы смотрим. И я говорю, а вам интересно? Они говорят, интересно. Но им было интересно. А Евгению было даже и полезно. Он говорит, я это использую. Поэтому какая-то крупица полезности в наших беседах присутствует. По обратной связи. Но опять, человек так устроен, что если мы пошли в магазин, купили торт. И он понравился, всем понравился. Мы не пойдем в магазин. Ну, единицы пойдут. Скажут, какой вы продали торт хороший. Не напишем производителю. Ну, мы будем покупать его еще раз, еще раз, если качество. То есть нужно такое действие же. Совершить действие. А это не каждый может. Когда ему нравится. Но если нам что-то не понравилось, мы будем писать во все инстанции. Придем, поругаемся. То есть это легче. Чем... Ну, это так же, как и когда мы обращаемся. Здравствуйте, дорогие друзья. А можно еще добавить. Здравствуйте, дорогие недруги. А их нету. У тебя есть, а у меня нету. У меня и недрузей, и недругих нет. А как же Алексей Орлов? А ты его называл. Другом, говорит, это мой друг. Ну, я только назвал. Так же, как и Алексей Орлов я его назвал. И тебя, Владислав Макаров, назвал. То есть ярлыки навсегда нарежу. Ну, хорошо, что пока бесценников. Да, но друга нельзя купить. Продать можно. Ну, его можно продать. Итак, мы говорим о полезной... Что такое полезная информация? Хорошо, с точки зрения преподавания Айкидо. Как вообще то, что ты преподаешь Айкидо, и ту информацию, которую ты даешь своим ученикам, почему она полезна? Я не знаю, почему она полезна. Или ты вообще не понял, полезна ли она? Нет. Вот мы опять тоже интервью делали в зале, в центре детского творчества, в спортклубе Содружества, скажем так. И там тоже обратная связь была. В комментариях, что, говорит, я занимался у Владислава Саныча какой-то период, и это было одни из лучших моментов жизни на тот период. И мне это было приятно, что такая обратная связь. А кто-то может сказать, я ходил, 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 и чего я ходил? Летать не научился. По воде ходить не научился. На гвоздях стоять научились. Некоторые. Поэтому есть тоже такая вот система спас рукопашного боя. Она адаптирована для не спортсменов. Спортсмены зачастую в уличном поединке, мы же про единоборство говорим, проигрывают. А вот спас, Настанин Лавиш, он это адаптировал в реальных условиях. И поэтому можно заниматься в зале, а можно тренироваться на лестнице, а можно тренироваться в закрытых помещениях, в малых помещениях. То есть это специальный навык. И если мы смотрим бои по ММА, да, очень много, или какие-то тренировки, мастеров, да, смотрим, и как мы решим? Ну, на диване мы сидим, и он говорит, я готов уже. И выходишь, а в реальности это все по-другому. А как человеку понять информацию, которую он смотрит, полезна ли она для него? Или вообще, какие информации, как будет для него полезна? Отлично. У меня есть ответ на этот вопрос. Нам всегда говорили, что знание – это сила. Но так как мы много размышляем, то знание – это потенциальная сила. То есть примененное знание является силой. Поэтому, если человеку полезна какая-то информация, но еще нужно применение, практика. То есть мы можем узнать, как если строить дом, как делать обрешетку. И мы столько много формов перелопатили. Но пока мы молоток не возьмем и ножовку, мы не поймем. Для этого делают это пробы грунта всегда. Мы этот вопрос тоже обсуждали. Что бывает, грунт-то разный, и для этого разные ковши нужны. А иначе техника вся сломается. Поэтому для каждой ситуации нужна определенная. Но нельзя подготовиться ко всему. А ты вообще был ли у тебя такое в твоей практике тренера, учителя, что ты давал заведомо ненужную информацию? Нет, такого не было. Но, даешь такую информацию, может где-то уже говорили об этом, что тренер, я правильно делаю? И ты говоришь, правильно. А через год он спрашивает, я правильно делаю? А ты говоришь, неправильно. Тогда же было правильно. Но через год нужно делать чуть по-другому техники. То есть, для желтого пояса махнул рукой в направлении, это правильно. А для черного уже нет. То есть, ты лично не даешь такую информацию, которая не была бы полезна? Я предупреждаю, что этот, допустим, ну, мы же прием, на практике не применить. Если делать, как его мы сейчас выполняем. Он служит для безопасного изучения. Вот, для соблюдения мер безопасности. Если выполнять как надо, то никаких рук, ни ног не хватит. Никакого здоровья. Ну, так же, как броски дзюдо. Можно бросить партнера аккуратно, а можно приложить оптотами. Правильно? Ну, на сколько партнера хватит. Поэтому информация, бросок делается так. Даже поясню. Мы научили Максима, да? И он делает. И мы говорим, Максим, послаб же, пожалуйста. Он говорит, я правильно делаю. Ты правильно делаешь. Но нам очень больно. Сбавь усилия. Поэтому полезно, не полезно. Правильно, неправильно. Мы живем в дуальном мире. И каждый обладает свободой воли и свободой выбора. В наше время, тем более, выбор вообще колоссальный. Если раньше в Советском Союзе нам приходилось куда-то ездить и добывать эту информацию, она была в дефиците, то сейчас время поменялось. Сейчас много информации. И нам надо добывать из этого потока, из объема вот эти крупицы знаний. Это типа как полезные ископаемые. Добыча полезных ископаемых. Да, теперь знания. Ты копаешь. Потом перерабатываешь. Потом там просеиваешь. О, вот это. Вот это да. Опять, есть такое понятие, как своевременность. Временность обстоятельства. Есть такое, ты можешь просеивать то, что высыпалось. Там тоже может быть знание есть. То, что высыпалось. Но просто оно сейчас не нужно. Но это... Оно не полезно сейчас. Это крайности, допустим. Как можно ребенка вместе с водой выплеснуть, скажем так. Ну, есть такая в медицинском термине. Ребенка вместе с водой. То есть мы его купаем, и воду вылили. Не нужно оно вместе с ребенком. Может такое. Это крайности. Мы сейчас крайности берем? Берем. Берем. Все берем, да? Все берем, что полезно, да? Ну, в данном случае мы решили поговорить с тобой о... Это мера еще. О том, что полезно. Должна быть мера в полезности. Как понять эту меру? Следующее видео будет. Через неделю. Через неделю. Ну, что-то мы полезное сказали. Ну вот. Ну вот. Задавайте вопросы, пишите комментарии. А мы тогда, помнишь, говорили, что... Да не нужны нам ваши комментарии. А мы... Что вы думаете? Чтобы... А как? А какие комментарии нужны? Полезные. Полезные комментарии нужны. Потому что некоторые люди, допустим... Полезные для вас, как вы думаете. Которые могут быть... А мы решим сами. Полезные они для нас. Да? То есть, опять возвращаемся к свободе выбора. Так что, комментируйте, если вам это необходимо. Подписывайтесь, если вам это интересно. Да. Делитесь информацией, если она вам на самом деле интересна, с другими. С кем вы можете предположить, что она тоже будет им интересна. И таким образом мы будем обмениваться полезной информацией. Или так, как мы в кавычках назвали, полезными ископаемыми. И мы не будем оставлять эти полезные ископаемые у себя. Вот. Поэтому, если ими не делиться, может быть, уже не будет, как ты сказал, вот этого... Баланса. Баланс, да. Ну, баланс – хорошее слово. Мне нравится. Много хороших слов. Баланс – полезная информация. Учитесь. Практикуйте. Да. А мы рядом с вами всегда. Ну... Зовем в гости, да? Да. Зовем в гости. Приезжайте. Рады. Да. Додзё – братовщина. Рядом с Москвой. Новая деревня, да. Рядом с Москвой. Недалеко. С местом, которое называется Москва. Еще ближе. С местом, которое называется Пушкино. И так далее и тому подобное. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова